Во! Другой разговор. Володя? Конечно. Так. Поближе к микрофону. Слушаю. Игнатий Тихонич, поздравляю вас с 25-летней годовщиной вашей общины. Благодарю. Дай Бог удержаться вам и, конечно, пополниться с Божьей помощью. У нас все записывается, в интернет выставляется. Слежу за вас. Вы не против? Конечно, не против. Давай, говори, говори. Я знаю. Вот. Желаю, чтобы община ваша увеличилась. Вот. И с Божьей помощью делала свое дело. Очень приятно. Смотрю каждый день выпуски. Вот это. Вопросы, пожелания, события дня. Много видео. Конечно, за вами не успеешь, не угонишься. Потому что это надо все бросить. Вы выставляете там по 3-4 ролика в день. Вот. Поэтому, да. Работа очень громадная. Слава Христу. Дай Бог вам здоровья и дальнейших успехов. Дело в том, что сегодня есть, а завтра нету. И тогда люди свободно будут выбирать. И поэтому, где мы работаем, надо заготавливать с расчетом на будущее. Когда источник будет перекрыт. Почему город готовится к осаде? Всегда заранее готовят водоемы воды и пропитание. Так и я делаю всю жизнь. Ну, слава Богу. Вот, хотел еще, может, ну, в первую очередь, очень-очень хорошее дело, вот это вопросы, пожелания, события дня. Вот там вам порекомендовали. Очень нравится, полезно. Вот, еще, как бы, попросить хотелось от себя. У меня такое, ну, пожелание возникло. Вот. Ну, маленько так, как бы, отвлекусь. У меня дядя военный, он как-то мне рассказывал, я просто вспомнил. Что они, когда изучали, вот, в армии, изучали, вот, ну, военные силы, например, Америки, там, какие там у них вооружения, там, ихние, там, новшества, какие там, параметры, дальность, там, стрельбы и так далее. Вот, вот такие, мощь. То есть, изучали врага, вот, для того, чтобы, ну, знать или что-то в противодействии, то есть, изобрести какое-то оружие, вот, у меня возникла такая мысль, чтобы вот каждый, каждый день, когда вы выпускаете этот ролик, пожелания, вот, и события дня, чтобы, ну, немножко, немножко, хотя бы, может, там, несколько предложений или какие-то, там, отрывки. Святых отцов, вот, о враге, то есть, мне кажется, было бы очень полезно, какие он сети, капканы расставляет, вот, и как против них бороться, вот. Это на ваше усмотрение, конечно. А мне, наоборот, говорят, еще, говорит, не надо про это говорить, оно само засохнет. А вы, говорит, слишком много времени уделяете этому. Мне, наоборот, говорят, слишком много, я говорю об этом. А что делать? Я показываю, что делать? Молиться, тем более, по настрою к врагам, мы полностью вписываемся в Святую Библию, толкование святых отцов, молимся за всех врагов, какие есть. И показано, как с сектантами разговаривают на любую тему. Это второй том открытым оком. То есть, тут у нас все на таком уровне, что нас, даже наоборот, говорят, сделать и поменьше эту тему. Ну, я имею, например, о сатане, то есть, какие он капканы вот это везде заставляет. То есть, ну, святых отцов вы там прекрасно знаете, у вас огромнейшая информация, опыт. Иногда даже кажется, что у вас в голове там действительно какой-то процессор установлен, потому что такую память иметь, стоков на любую тему, это, конечно, удивительно. Это такого человека я не встречал, конечно, никогда и не слышал. И слава Богу за то, что Бог даровал мне такую встречу с вами, знакомство. Потому что до вас, я вот, я уже 4 года как обратился, родился свыше. И до вас я много Осипова там, ну, всех смотрел жадно, то я азартный человек, поэтому я все пересматривал, читал и всякие видео. И как-то даже вот эти веды там, Трихлебов, ну, ознакомливался, что это за веды. И получилось так, что в этой строке ваша фотография, ну, уже на фоне книг своих, а я перед этим смотрел Трихлебов, там слушал. Ну, он мне как-то к сердцу не пришлось, и я его откинул. А потом смотрю, ваша фотография, опять какой-то вед просветить. Я вас действительно так туда принял. Ну, опять эти ведогоры. Ну, и так перешел потом дальше. После этого прошло где-то год с чем-то. И мне товарищ знакомый, он инвалид без ног. Он говорит, Роман, а вот Игнатий Тихонович Лапкин, смотрели? Я говорю, нет, что-то не помню. А вот посмотрите. Я как посмотрел, и тогда у меня сразу сердце приняло вас, и все, ваше слово, ваши вот это проповеди. И с тех пор я уже сколько, постоянно, уже сотни часов, сотни часов потратил. Все, пользуюсь вашим сайтом. Ваши аудиокниги начиты, Иван Златоуст, вот это всем пользуюсь. Это, конечно, колоссальный труд. И кто это не может оценить, это жалкие, ну, бедные люди. Я считаю так, они просто не понимают или не хотят, или у них заблокировано это как-то, скорее всего. Чтобы не видеть такие труды, нам Христос же как говорил, по трудам их узнаете вы. То есть по трудам даже любого ближнего надо определять. Вот, а ваши труды говорят о вас, конечно, очень много. Спасибо огромное. Слава Христу за это. Спасибо, Христос. Вопрос? Давай. Что-то остановилось. Что-то там у вас затормозит. Вопрос хочу задать. Давай. Он тоже возник, как бы, ну, вопросов очень много возникает. Плохая связь? Вот, вопрос возник, возник, как бы, из общения, из общения с еретиками, можно так сказать, правильно будет. Вот. У меня родственники жены, в аптесте там есть. Ну, и как-то жена рассказывала, что в какой-то обстановке священник что-то там кропил свеченой водой, и та вода попала на этого баптиста, он там обозлился, где это в Библии написано, что это кропить водой, короче, все. Они, если что, где в Библии написано? Они правы. Ну, вот, когда я вошел в эту семью, ну, и запустил бороду. Тоже благодаря вам, можно сказать, так. Что-то тормозит у вас. А что они... Разговор пошел, они как-то, это все такое чужое, то есть, это... Что-что, плохая связь, да, плохая? Да, плохая, перерывается. Вы не только не закрывайте, не надо прерывать, прервать не надо. Нормально. Ничего. Что-то оно тушит. Хоро говорить, а то еще может хуже быть. Ну и что, что водой кропят? Да, да, да. Водой кропят, и он где-то в Библии написано. А вот когда я уже вошел в семью, вот, и пришел, уже запустил бороду, они... Ну, и сказал там в разговоре, говорю, в Библии что написано, вы еще не знаете. А это не для нас. Это для евреев, это богоизбранный народ. А мы что, мы язычники, то есть. Вот. Потом второй случай такой с яговистом, тоже земляк мой. Вот, как-то встретились здесь, в России. Ну и разговор вели по Библии, конечно. Я ему тоже что-то Старого Завета привел, он говорит, нет, это не для нас. То есть, я так, у меня что-то вот так, я расстроился немножко. Вот. Расстроился. Ну, потом, я вспомнил при этом эти слова в Библии, вот, я сейчас процептирую. Откровение, 22 глава, 18-19 стихи. И я также свидетельствую всякому, слышащему слова пророчества книги сей. И если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, на которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граге, и в том, что написано в книге сей. То есть, вот это, я еще тебе напомню, и у меня такой вопрос. Если, ну, это говорится об откровении, именно об откровении, но если в Святой Библии, вот, в Старом Завете, там, или вообще, там, сколько есть мест о том, что вот нельзя из Библии, там, что-то отбрасывать или добавлять, то есть, есть еще вот такие места? Конечно. А вы открывайте, давайте, я вам сейчас буду показывать. Вы записывайте эти места, и мы сейчас все это просмотрим. Это очень легко делается. Открывайте книгу второзакония. Давайте, сейчас мы посмотрим. Сейчас у меня тут... Так. Ну, четвертая глава. Начнем с четвертой главе. Второзакония, четвертая глава. Начинайте читать со второго стиха. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую. То есть, речь идет о заповедях, которые никто не отменял. Не прибавляйте к тому, и не убавляйте. Чего тут непонятно? Дальше, второзаконие 12.32. 4.2 мы просчитались. 12.32, второзаконие. Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнить. Не прибавляй к тому, и не убавляй от того. Ну? А как правильно делать? А почему люди так говорят? Потому что Матфея 22.29 говорит, люди заблуждаются. Не зная Писания, не силы Божьей. Писания не зная в полноте. И самое малое отступление или прибавка, это уже заблуждение. Вот говоришь с баптистами, скажите, а вы такие слова, конфессия, слышали, скажи? Ну, просто поговорите с ним, скажи. Вот слово такое. Существует разная конфессия. Динаминация. Они непрерывно фигурируют у них эти слова в их устах. Они оперируют ими. Скажите, откуда вы взяли их? В Святой Библии есть только такое. Вера истина и ересь. Другого нету. Есть люди христиане, есть еретики. Так вот, всякие динаминации демонские, они все от сатаны. Все конфессии от дьявола. Они говорят, а нам это не надо, это в Ветхом Завете. А они без Ветхого Завета шага не могут шагнуть. Только с ними встретишься, а зачем у вас идолы? Я говорю, а где вы взяли идолы? А вот написано, исход, 20 глава, 4 стих, не сделай изображение. Они не вылазят оттуда. И главное, 20 главу считает, а до 25 никто не досчитал. А там написано, сделай изображение. Они тупые, эти сектанты. Они до того обезглавлены сатаною. Узлаз взгляда на истину показывает, что это сектанты. Он до 20 главы, и только 4 стиха прочитал, и все, на этом закончил Библию. А ты себе прочитай. Ну, давайте дальше посмотрим. Пища Соломона, открой. Притча Соломона, 30 глава, 5 стих. Всякое слово Бога чисто. Но мы можем сказать, что есть нечистое. Нету. Он щит уповающим на него. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя к словам его. О, уже не о книге откровения говорится. А вообще к словам Божьим. А вся книга Божия, Библия, Богодухновенная. Писали святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Значит, все восстают против Духа Святого. Это страшное состояние. Чтобы он не обличил тебя. То есть, не я буду обличать, если ты прибавляешь Бог. И ты не оказался лжецом, а учится лжецов в озере Огненном. Вот чем заканчивается прибавка и убавка от Библии. Так что разговаривать... О чем разговаривать, если он не принимает? Они 11 книг выкинули. В Библии у них 66 только. А ты с ними разговариваешь. Скажи, а как вы узнали, что Евангелие 4? Ну, так написано... Нет. Их было около 20. Кто это отделил? Евангелие Басилиска, Евангелие Евреев, Евангелие Фомы, Иуды. Где эти Евангелия-то? Почему только 4-то? Вы на его глаза смотрите в это время-то. Он как вор будет бегать по углам глазами. Сектант. Они не знают, что ответить. А нужно было ответить просто. Так установили святые отцы на Вселенских соборах. Святая Вселенская Церковь. Она называлась Кафолическая Вселенская. Так. Ну и можно убедить их? Да, можно. Ну, а дальше скажите. С какого языка нам перевел Господь? Через кого? То, что вы имеете в руках Библии, а там же написано Синодальный. Может быть, у баптистов Синод был? Они скажут нет. Ну, а кто? Выдали из них, чтобы они сказали православные. А в каком году? Кто переводил? Какую книгу? У нас все известно. У них нет. Вы же взяли готовое, миленькое. Вам нужно день и ночь Бога благодарить, потому что вы любите Библию. Любите считать ее. Вы бы никогда не прочитали это на еврейском языке, на греческом, на латинском, на арабском. Но нам дали на родном языке. Главное, перевозчики, назовите им. Павский Герасим Петрович. Вот, Евангелие от Матфея, Псалтырь, это его перевод. Дальше. Хворьсон Давид Аврамович. Евреи. И как они? Лавягин. Митрополит Филарет. Архимандрит Макарий. Алтайский. Мы им назовем. И кроме того, четыре духовные академии занимались. Такой труд совершить. Русский перевод Библии, если на дальний, один из самых лучших, если может быть и самый лучший в мировой практике. Так будьте благодарны православной церкви, которая дала вам такое сокровище. Будьте благодарны еврейским рабинам, масоретам, которые сохранили неповрежденным этот текст. Какие перевозчики, субтуагин-то работали там с Симеоном, богоприимцем. Маленько им мозги-то проветрите. Они ничего не знают. Он будет сидеть и далекий от того, что ты говоришь. Там ума-то со щепотку. Как-то они закрыты. Да, они как-то закрыты. Да, в принципе, что о сектантах говорить? Даже наши православные, так говорится, братья. Я как начал смотреть ваши видео, узнал о десятине. Но я, правда, жена так, может, и не знает, потому что это дело мое. Но я ей говорю, что надо платить. И я как начал, просто за жизнь свою я знаю, что я никогда не платил. Ну и как я думаю, ну хотя бы надо мне три десятины, чтобы я, ну, в прошлой жизни что-то покрыл свое там, и вот так. Ну, думаю, может, попаду, то есть хотя бы. Но я вижу, как Бог благословляет мой труд, как у меня все получается. Что я, за что я не возьмусь, у меня везде выход нормальный. Все, я работаю, люди немножко помогают мне, трудятся возле меня. Поэтому все это благословение я на себе ощущаю, и в десятом у всех, ну, всем говорю, ну, конечно, люди далеки от этого всего. Даже я в своем окружении, я пока еще не встретил такой, который бы был близок, и, ну, так старался знать, и Слово Божье, чтоб любил. Вот, так, ну, конечно, время, даже у православных. Православным еще надо рассказывать. У меня в семье как, ополчились на бороду, но я говорю, ну, хорошо. Смотрите, взять, ну, с тещей я разговаривал. Сначала говорю, почему у вас борода не растет? Ну, это с вашего, с ваших видиков, видеороликов. Вот, ну, что, а все бреются, а как же, что ты себя к святым приравнял? Ну, я же говорю, ну, вы смотрите, все иконы в храме, там все бородатые, кроме молодых, там, Трифон, Пантелеймон. Что ты себя к святым приравнял? Ну, они же до того, как их прославили, были простые, ну, не простые, там, ну, все бороды носили. 150 лет назад все бородатые были там, ну, почти, ну, были. Борьба страшная, и они никак не могут воспринять это. Это для них, ты нас позоришь. Ну, почему позоришь? Я же говорю, дядь не пьет, не курит, не матерится, не ворует, не прелюбодействует. Все, ну, почему, чем позоришь? Вот борода, это страшная сила, это действительно враг против нее выступает со всех фронтов. А знаешь почему, Роман? Я тебе скажу почему. А они чувствуют, когда нападают бабы, что мужчина подкаблучник. Поэтому поставь так, чтобы одно ваше слово было как закон, как вбитые гвозди, слова мудрых, как вбитые гвозди. Чтобы они понимали, здесь разговоров никакого нет, даже не затевали никогда. У меня никогда, никто нигде не замолвит. Почему? Определенная и четко. Священное Писание так сказала. И все. Почему протопоп Авваку Бардабрития называл прелюбодейная ересь? Это связано с блудом женщины. Это же блуд тащит их туда. И вы посмотрите, что где делается во всем мире. Это прелюбодейное семя. Они пытаются здесь диктовать. Никогда не надо даже разговаривать. Вообще, ты не слышишь. Ты знаешь твердой щеткой, чтобы они почувствовали, это мужчина перед ними. А когда вот там, да я не знаю, как за десяти, но да жена не знает. Прекратите это. Это уродство. Муж глава. Ей думать даже не о чем жене. Она с двух может отдавать только другим местом. Все. Поставь на свои места. Поставь, собери их, так и дай знать. Я мужчина, и разговоры, чтобы больше никогда этого не было. Не позорьте себя. В первую очередь, себя не позорьте. Какое вы имеете право учить? Жена да учится в безмолвии. Запятая. А учить жене не позволяю. А то Дух Святой говорит, вы что делаете? Вы против меня идете разве? Вы идете против восстановления Божия. Жена да учится в безмолвии. Почему? Потому что не Адам прельстился, но Ева прельстившись впала в преступление. Мы через себя все умираем. О, Адам, что сделал ты? Через него мы все умираем. Ты через Еву. Послушался ее. И что дальше получилось? Ты дай понять, что перед ними стоит муж, совершенный в летах. И поэтому всякое выступление против бороды я буду рассматривать как богохульство против Бога. Чтобы они замерли и сжались в углу в одном. Ваше слово должно быть такое, как Адамант. Слово мое не подобно ли мечу и молоту разбивающему скалу? Считай, цитируй, местописание. Выпиши там о Бродобритии. Ну, на нашем сайте Кистену Православию до вас книга есть. И там о Бродобритии. Все взято из канонов. Как издевались над бородами. Кого мучили. Что это было? Как вырвалось пламя из бороды у Харлампии. Семьдесят человек спалило сразу. Семьдесят человек. А от Бритвы еще бы выло. Нам сегодня надо уже единство. Единство не будет у Бритых. Нет единства. Ни в церкви, ни в государстве. Почему Бритые? Бога не знают. Как хорошо и как приятно быть братьям вместе. Это как еле, стекающий на бороду. Бороду Аронову. Бороду. Оно слиплится все вместе еле. А у тебя когда на Бритву подбородок и на галстук. Истекающий на края одежды. Какие края одежды, когда ты неизвестно во что одешь. Чучело огородное. Ты им это покажи, они будут смеяться. Юмор маленько подпусти. Женщины это любят. Я поскачивал все. Вот там много этих обородея. О десятине. Много роликов поскачивал. У меня флешка там. Я с собой постоянно. Но не хотят даже приближаться. Там и семья, и братья. О, что ты с этим Лапкиным связался у тебя? Так почему со мной связался? Ты мои слова не бери. Ты им цитируй священное писание. И скажи, это не Лапкин написал. Так говорит пророк Иеремия. Конечно, я на это... Вы приучите их к слышанию слов Божьих. Каждый раз говори. В Святой Библии написано. У пророка Иеремии. Глава стих. При чем тут Лапкин-то? Меня там нету? Совершенно нету. О, это сектанты. Они сразу о Библии говорят. Вот как сектанты. Вот и так. Ну, значит, оттуда делаем вывод. Сектанты лучше нас. Они не пьют, не курят. Почему? Они очищены через слово. Дом, в котором Библия делается, не достигаем для дьявола. Ян Златоуст. Еще договорились Библия сектанты. Вот это уже попам приговор смертный. Не приучили к слову Божию. Так что будь великим. У тебя фамилия-то Малыш, это Малый, ты Малый. Апостол Павел тебе родственный по названию. Родственный. Он был Малый, переводится Павел, это Малый, Малый. Малый телом, Малый ростом, но Великий Духом. Вы этих женщин сразу приучите к четкому мышлению по Писанию. И все на этом кончилось. У нас в Потеряевке, почему никто не восстает? Молодые ребята. Там в армии только идет, усики чуть-чуть пробиваются. Молодые, совсем молодые. Живут семейной жизнью, нигде не один, наоборот. Вот интересно, я очень с одними близко был знаком. Он у меня друг был, Лустинов Александр Иванович. Ну, у него, кажется, девять, что ли, сыновей, или восемь сыновей и две дочери. Ну, ребятишки играют на улице, а ворота высоковато. А сосед пьяный, бритый. Так они, люди-то бывают бородатого боятся, которые дети-то там не видели никогда. А эти боялись брита. Он пьяный такой, крещит там, матерится. А они под ворота вот так вот разбегаются. Ребятишки шмык. Бывают щенки под забором-то. Ворота большие, а они под забором-то. Там безбородый дядя так ругается. Они знают, бородатые приходят. Ни один не ругается. Чистота и порядок. А я говорю, посмотрите. Фридрих Энгрис сидит. У него чуть-чуть видно здесь ямочкой, где рот. Ты посмотри на представителей не религиозных совсем, не христианских. А дальше Карл Марс. Бородка поменьше. У Ленина только клиныши. У Сталина одни усы. Я говорю, а у Хрущевой на голове уже ничего нет. Мы еще... Это прогресс идет такой. Да кому мне подражать? Главный образец это совершенство. Человек. Все человек, Пилат сказал. Человек с большой бухой на Христос. С бородой был? Конечно. И главное, борода не требует никакого ухода. Не надо скоблить. Она закрывает от непогоды, от холода. Смотри, у меня как галстук какой. Я никогда горло не простужаю. Да и сразу видно, что это мужчина. То есть смотри, все, которые мусульмане, ваххабиты, там, ну они усы подбивают, но борода у всех. А у евреев не трогают бороду. Все с бородами. Люди, которые веруют. Я не говорю о Щубайсе там. О этих вероотступниках. Примного благодарен за книги. Это у меня как консервация. Я вот это приходит. Они говорят, о, я там полку сделал специально. Я говорю, это у меня консервация. Я говорю, многие заготавливают там на землю продукты. А я это, когда уже уйду, как-то Бог сейчас устраивает мою жизнь. Я здесь понемножку все продаю. И на землю хочу уходить. Нашел уже участок, там хочу построить домик небольшой. И с земли жить, работать на земле. Потому что это я все вижу, куда уходит. Вот этот концлагерь, это все. Вот. И поэтому начал немножко читать. Вот для Слова Божьего нет усы. Конечно, и без слез там нельзя. И многое то, что и мне такое родное. Я помню, как я, когда обратился, я тоже, как я проклинал, что я родился. Как вот это все грехи меня давили. И я понял, что это очень, ну, очень это плохо. И в этом все описываете там. Ну, много такого, много чего-то такого общего. Конечно, у меня это там в мизерном. Вот я с детства, у меня отец строгий был, покойный. Но меня приучивали к труду. И это отразилось на моей жизни капитально. Я благодарен за строгость. И мать там иногда, ну, как говорится, порола. Я благодарен. Я люблю их за это. Я постоянно вспоминаю, когда приезжаю домой, говорю, мать, как хорошо, что вы меня строго так воспитывали. У меня овечки с детства я пастухом был. Ну, немножко там у меня их было. Ну, занимался кролики, козлята там. Они даже потом повырастали. Я в школу, они через забор догоняют меня. Мне приходилось возвращаться, опять их заводить. Вот, поэтому это очень полезно для детей. Конечно, у меня как бы жизнь немножко исковеркалась. Сам себе наковеркал. У меня от первого брака сын есть, 17 лет. Я вот смотрел ролик ваш. Тихий человек. Вот это тоже про моего сына. Компьютер. Ну, не пьет, не курит спортсмен. Но вот компьютер, это страшное дело. Я попрошу их, знаете, помолитесь. Я молюсь, помолитесь за сына. Константин его зовут. За то, чтобы Бог его оградил как-то от этой заразы. Это страшная зараза. Вот это игры, вот это все. И наушники с утра до вечера. Это, конечно... И ничего. То есть 17 лет уже расскажешь-то, ничего не расскажешь, он не хочет слышать. Хотя хороший парень такой, растет все нормально. Главное, не пьет, не курит. Но вот компьютер, это... Совсем опустошает голову. Непослушание, ничего. Это, конечно... Ну, это моя вина, потому что я по молодости-то там не занимался. А еще я же в плавании проработал, в загранплавании 8 лет. Ну, и был отлучен. Поэтому жизнь так сложилась, конечно, что плохой я отец, никудышный. А во втором уже браке сейчас, слава Богу, получилось так, что и венчались, как положено. И... Ну, и жена верующая, она закончила духовное училище, 14 лет проработала Ренгельтом, вот. Ну, все равно общий язык трудно найти. Поэтому я, в принципе-то, не ищу. Я, как вы, я привык к строгости. Я говорю, я всегда говорю, у меня отец был глава семьи, я с детства к этому привык. Мое слово должно для тебя быть законным. Что это значит там? Вот, то, а что люди скажут? Люди пускай говорят, мне главное, чтобы перед Богом, как я выгляжу. А там хоть мне все семь миллиардов говорят, семь миллиардов будут говорить. Нет, я не сброю. Как подохнут тогда, может, я вообще тело мое выбросить там на свалку. Это уже меня не касается. А пока я жив, все. Так Бог сказал, все. Слышишь, нет, как воркуют голоду? Слышишь, слышу, слышу. Я смотрел, видел, увидел, голубят ваши. Я их закрыл, а я по переменке то кошек в подпол, то их выпущу. Ну ладно. Вот. У меня была здесь дворняга была, собачка была, но машина ее убила. Тоже я привык к птичке. Я когда на квартире жил, птичек кормил. Ну, сейчас я переехал уже в вагончике. Ну, сейчас, я думаю, временно так будет. Ну, до лета, не до лета. Как сбок позволит. Вот. И здесь как-то повесил кормушки. Ну, что-то только с леса прилетает одна какая-то птичка. Я даже не заметил, как она, что за птица. Нет их здесь. Здесь какая-то промзона. Промзона, поэтому все задымлено. И, наверное, сюда живность как-то не хочет попадать. Я тоже люблю прикормить. На квартире-то у меня собирались там вот эти воробышки, их по 50. Они как на балконе там начинают трусить эти антенны. Это душе как-то приятно, когда что-то живность какая-то есть. А в Потеряевке воздух хороший, чистый. Да я душой, душой, Игнатий Тихо, я в Потеряевке. Я просто как-то жене сказал, говорю, ну, если у меня не было такого груза, это дрова, эти мои разбросанные, их надо позабирать как-то. Это я тоже наломал, наломал. Поэтому, говорю, у меня груз здесь все держит. А так, я говорю, душой я уже там. Я бы поехал там в деревню, построил домик, жил бы себе припеваючи. Я думаю, Игнатий Тихонович принял бы меня со семьей. Да главное для воспитания детей лучшего места не придумать. Все учителя православные. Все до одного верующиеся в деревне. Ни одного скверного слова нет. Посты соблюдаются, надо просто увидеть эту жизнь наяву. Я представляю, как это, если община соблюдает. Если я сам начал соблюдать посты, чистить свой язык и все, очищаться, то я вижу, как вокруг меня мир меняется потихоньку. А что такое община? Это, конечно, сила огромная, огромнейшая. Это просматривал я и обличить, или там это. Да я сердце настолько у меня, Бог мне даровал такое сердце, я вот, вот сразу мне вот это все легло. И я сразу начал понимать, что никаких преград даже не было, чтобы вот там от церкви это. Я прочувствовал, что вот вы именно вот эта истина, которая действительно сейчас попирается и топчется везде, и никто не хочет слышать. Это, как Спаситель говорил, кто имеет уши, да слышать, да слышит. То есть уши есть, а не для того, чтобы слышать. Действительно, это так. Это надо иметь уши. Надо иметь такое сердце. Ну, слава Господу. У вас очень большая армия, которая поддерживает вас. Вы там хоть община сколько человек-то? 80-70 сколько? Я знаю, что говорят, а где больше? Так вот все, которые на небе, это все наши люди, а не безбожные. Так что церковь единая, небесная и земная. Это все наши. И Павел наш, а у них-то никого нету. Потому что там нет объединения. Они им не молятся. Там только муки вечны. А эти, которые на небе, они нас знают молятся. И мы за них. Мы едины уже на земле. Поэтому нас всегда больше. Да, молитвы даже тоже. Вот когда смотрел там у вас это, я повыписывал тоже. Упражняюсь. Очень видно, что от сердца у вас идет. От сердца молитва идет. Она такая крепкая, да. И вот слова. Потому что я так как привык по молитвослову, но все равно я знаю, что Бог меня слышит. И я ощущаю это. Ну, знаете, если приспищит, очень трудно будет. Пишут, что сейчас, если начнется какая-то катавасия, то из Москвы пробка будет 130 километров. Уже посчитали. И те, кто не выйдут, где-то на расстоянии 100 километров, как надо сообщество делать, хотя бы мужиков 150 было, огораживаться, никого не запускать, и этим табором жить, у кого что есть. Ну, не получится. Нет, не получится. У нас тут все получилось. Получен статус, электричество, государственная школа, храм. То есть, это люди, которые что-то говорят, они сами ничего сделать не могут. Ничего. Один лагерь сейчас стоит 44 года уже. Конечно, там рассказываете. Ну, и в книгах описано, я это все дальше буду читать. Я сейчас пока начал читать, как вот это нападки на вас за вот это. Какая это борьба, сколько труда. Как это золото Бог обжигал, как он очищал его. И вот сейчас, это, конечно, это невероятно. Поэтому, конечно, они не понимают этого, что это может быть так. Какая-то... Ну, это, я считаю, что это слепота. Я как-то жил, я просто жизнь свою отделил. Иногда я могу сказать, даже тот умер, то есть, вы что, товарищи мои, ну, бывшие. Я с ними общаюсь, все. То есть, у меня не прервалось так, чтобы я там, ну, не дружу там, ну, не пьянствую с ними там, как когда-то было, может, не курю там, не злословлю. Но общаться, общаться здорово, если они когда приходят, то все. Ну, и стараюсь, конечно, о Боге немножко. Вот такой возможности нет, чтобы им... я взял маленькие такие Евангелия в храме, вот купил там. Ну, и здесь кто приходит, я все-таки дарю. Я знаю, что я через Божье Слово как-то, оно мне... сердце посеялось, и я начал изменяться. И поэтому я даю людям, может, оно будет лежать. У меня Евангелие лежало в тумбочке, на дне тумбочки, привалено там какими-то детективы, там, романы, какие-то кулинария, там, садоводство, вот это какие-то техническая литература, вот это было все внизу. И когда Бог мне через человека, Он говорит, читай Евангелие и все, то есть у меня были какие-то проблемы жизненные, я пошел за советом. Он говорит, я начал читать Библию, и у меня все, говорит, это все, ну, то есть стало на свои места. Я пришел домой, а где же у меня что-то есть Евангелие, а где оно? И давай рыться. Оно на дне тумбочки. Достал я его тогда, поцеловал, открыл и начал читать. Ну, с той поры, вот уже 4 года, как у меня все абсолютно изменилось. Вся жизнь моя, все, никогда бы не подумал. Это, конечно, фантастика. Настолько это избавиться от всех этих и страстей, все это трудно самому. Вот курение было, 17 лет я прокурил. Как я всю жизнь бросал? Ну, еще на флоте было у меня, на пост великий я бросал. Вот не курил целый пост, там даже меня капитан водил, говорит, вот, говорит, ты твердый. Но потом все, чем дальше курил, тем больше эта вся зараза въедалась. Вот. И когда я самую большую страсть выбрал, думаю, это же курение, я же без него никак. Я сколько бросал. Клеил какие-то пластыри, там, таблетки какие-то, кушал. Вот. Но Бог послал мне одного человека, ну, такой человек, 65 лет где-то ему было. Мы пообедали, вышли на улицу, я закурил. А он говорит, я 30 лет прокурил, говорит. Как я, говорит, мучился. Я говорю, а как вы бросили? Я говорю, 15 лет прокурил, не могу бросить. Говорит, я Бога просил. Говорит, молился, ночью просыпался, молился, Господи, дай мне сил. Мне так, я посмотрел, интересно. Но еще полтора года я курил, и потом, когда мне уже все надоело, я потом вспомнил вот этого человека. И все, я начал просить, Господи, дай мне сил. Ходил целый день, дай мне сил от заразы избавиться. Скоро уже 4 года, когда я от этого яда уже. И уже, слава Богу, некоторые товарищи по моему рецепту тоже бросили. Они благодарят, и жены их благодарят, говорят, вот хорошо, что у тебя есть такой, у меня там кличка моряк, они говорят, моряк. Вот хорошо, что моряк тебе это. То есть, это приятно. Вспомнишь, это демонская кадильница. Истинно, да. Ну что, давайте простимся до следующего раза, когда у вас будет. Спасибо, что зашли. Ну вот, мы наладим. Павла Христу. Помните, если будет безвыходное положение, выходите на нас. С Богом. Потому что 16-й год обещают, что будет очень... Сам чувствую, я даже вот, я не знаю, как-то в сердце у меня... И я всем ребятам говорю, ребята, максимум до лета, это еще, может, лучший случай. Но вот, я знаю, что я уже, то есть, я уже на чемоданах. Я уже на чемоданах в любой момент сел и уехал. То есть, бросил даже все. У меня здесь все-таки что-то есть, какие-то блага наработал. Я 8 лет здесь тружусь, поэтому... Но, но это такое, как бы, материальное нам пускай ржавеет себе здесь. А может, Бог управит, то есть, Он не даст все-таки мой труд. Я вижу, что мой труд, он не пропадает зря. И везде польза, и люди благодарят, и стараются помогать, конечно. Бог наполняет, одевает меня в одежды, и наполняет мои светильники Илеем. Слава Ему! Слава! А славу Божию! Аминь! Все! Слава Божию! Слава божию! Слава божию! Слава божир! Идите,